Мне бы хотелось вот что сказать. За последние три с половиной месяца проходила большая комплексная проверка тремя прокуратурами деятельности нашей организации. Я вам зачитаю текст. Прокуратура проверила работу председателя Красноярского отделения Союза художников. Прокуратура подтвердила факт отключения тепла в мастерских красноярских скульпторов на улице Высотная, но никаких нарушений в этом не нашла. Об этом 26 марта сообщила пресс-служба ведомства. Ранее в СМИ прошла серия сюжетов о действиях председателя Красноярского отделения Союза художников. Сообщалось о непринятии мер по поддержанию в исправном техническом состоянии мастерских, расположенных на улице Высотной. Земельные участки и нежилые здания, находящиеся в собственности Всероссийской творческой общественной организации Союза художников России, тепло- и водоснабжение отключено в 2003 году в связи с несвоевременной оплатой коммунальных услуг. В последующем на общем собрании членов Союза было принято решение об отсутствии необходимости заключения договоров тепло- и водоснабжения ввиду изношенности коммунальных сетей скульптурного городка и нецелесообразности их содержания. При этом с 2002 года скульпторы, хоть и используют помещения, до сих пор арендных платежей не платят, договоров с организацией не имеют. Электричество, подаваемое в здание, оплачивает Союз художников. Никаких нарушений проверка не нашла. Члены Союза сами согласились с таким положением вещей и отсутствия воды и тепла в помещениях. Второй факт возможных нарушений, который был озвучен журналистами, также не подтвердился. Председатели Союза художников Сергея Ануфриева СМИ заподозрили в том, что он продал земельный участок, находящийся во владении Союза, обществу с ограниченной ответственностью, учредителем которого является. Проверка установила, что 27 июля 2012 года администрация Красноярска предоставила Союзу художников земельный участок на улице 60 лет октября 121, который должен был выкуплен за 2 миллиона 400 тысяч рублей. Позднее, в декабре того же года, цена выкупа была снижена до 411 тысяч рублей, так как организация пользовалась этим участком еще до вступления в силу земельного кодекса Российской Федерации и федерального закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделки с ним. С 26 декабря 2012 года земельный участок был разделен на три части, одна из которых впоследствии была отчуждена в пользу ООО «Художественный фонд Красноярска». Решение о преобразовании земельного участка и его последующей продажи принималось на общем собрании членов Союза художников, что в ходе проверки подтвердили опрошенные члены данной организации, отметили прокуратуру. В настоящее время на участке ведутся работы по возведению здания. После завершения строительства 300 квадратных метров в нем будет передано в собственность Союза художников в соответствии с условиями заключенного соглашения. Таким образом, по данному факту, никаких нарушений прокуратура также установить не смогла. На самом деле, не проходит ни одного года, чтобы не ходить по прокуратурам, по отделам, по борьбе с экономическими преступлениями. И я вам хочу сказать честно, что это дестабилизирует работу целой организации. Это раз. Во-вторых, на это уходит огромное количество времени, нервов и сил. В-третьих, в организации самой эта ситуация вызывает у многих непонимание или недопонимание. И в-четвертых, власть точно так же, с таким же непониманием, относится к подобным ситуациям. До сих пор наша организация воспринимается как большая, единая, крепкая и творческая. Я думаю, что всем понятно, чем заканчиваются Майданы. Все, наверное, смотрят, какие новости с экранов телевизоров каждый день. Наша основная задача – это заниматься творчеством. И мне хотелось бы в первую очередь от лица правления поблагодарить всех тех, кто подписал письмо с обращением к губернатору и к мэру в поддержку деятельности нашей организации. Я думаю, что те, кто сомневался, может быть, после решения прокуратуры сомневаться перестанут. Но на самом деле этот процесс, он такой, бесконечный. На самом деле депутатские запросы можно подавать прокуратуре хоть раз в день. Причем повторные и в десятый раз можно подавать с одним и тем же вопросом. Огромное количество документов, копий разносилось по всем этим учреждениям. Кроме того, это не трехкопеечное дело, потому что этим занимаются юристы. Они не работают на условиях безвозмездности в качестве творческого подарка. И мне хотелось бы показать вам один документ, для того, чтобы понимание было уже окончательное. Вот выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объект недвижимого имущества. Адрес Красноярск пограничников здания 28 строение 5 зарегистрировано правообладателем акционерным обществом НОРД. В этот же день продано правообладателю Татариному. Через некоторое время продано правообладателю Думанскому. И через некоторое время продано правообладателю Тандем. Первое название НОРД это организация, где генеральным директором БАДов Леонид Николаевич. И последняя организация Тандем это тоже организация, в которой генеральным директором является БАДов. То, что писалось в статьях в газетах о неких двухходовых серых схемах, это все полный бред. На самом деле не только власти ожидали, чем же закончится ситуация с прокурорскими проверками. Ожидали это и строители в том числе. Потому что для них непонятная ситуация внутри самой организации, которая сначала дает добро, потом начинает в газетах взывать о помощи к прокуратуре, потом прокуратура проводит проверки, потом она выясняет, что на самом деле никаких злоупотреблений и нарушений законодательства не было. На самом деле это, конечно, нашу организацию никаким образом не украшает. В воскресенье состоялась встреча с мэром Эдхамом Шекреевичем Экболатом, который поддержал еще раз идею строительства творческих мастерских. И который честно сказал во второй раз, что край или город ни одного квадратного метра строить для вас не будет. Никогда. С этим надо как бы смириться и понять, что только тот ресурс, который есть в нашей организации, только его мы и можем использовать. Министерство культуры Красноярского края в лице юридического отдела предложило свои услуги по юридической защите всех договоров и сделок, которые будут заключаться в результате строительства. Предложение строителей на сегодняшний день, которые они являются в силе. Хочу маленькое отступление сказать, что в Хабаровске и в Новосибирске точно по такой же схеме предлагалось построить дополнительные мастерские. Но земельные участки были оформлены на Москву. В Хабаровске в результате многочисленных, уже причем готовые были проекты, многочисленных движений было полностью отказано в строительстве. В Новосибирске полностью отказано в строительстве и в выкупе земли. Союз художников предложил просто дальше заключать аренду и платить аренду за пустующую землю. У нас немножко не так. Один из наших крупных арендаторов, который находится в художественном фонде, это фирма «Аванти». Часть того земельного участка, который был выделен художественному фонду, отойдет фирме «Аванти», которая построит свое отдельное здание. В котором часть этого здания будет мастерским. Три мастерских до декабря этого года планируется поменять на часть земли. В Союзу художников эти мастерские перейдут в собственность. Кроме того, тот земельный участок, который под этими мастерскими, он также будет за Союзом художников. На 60 лет октября та договоренность, которая озвучивалась и которая в средствах массовой информации полоскалась, остается на тех же условиях, это примерно 7-8 мастерских. Никто из строителей не заинтересован в долгостроях. И по высотной предложение группы компании «Еврострой». Это около 800 квадратных метров отдельным зданием передать в собственность Союза по творческие мастерские. Плюс помещение галереи. Но на самом деле это все реально и возможно только в том случае, если наша ситуация внутри, она будет спокойная. И в течение максимум двух с половиной лет наша организация имеет уникальную возможность удовлетворить все заявки на мастерские, которые на сегодняшний день находятся в ожидании. И все художники, написавшие эти заявления, получат чистые, новые, светлые, теплые мастерские. На самом деле в нашей стране никто не строит мастерские с 70-х годов. Вот то, что построено было, это было построено в те сказочные годы. Больше никакого строительства не будет. Отбирают, да, есть такие факты и достаточно много по разным регионам. У нас есть уникальная ситуация и возможность для того, чтобы этот план реализовать. Мы это уже обсуждали. И одна из идей собрать общее собрание, она была как раз в том, чтобы собрание общим решением еще раз, уже окончательно утвердило этот план. Понятно, что несогласные бывают всегда. Но здесь самым первым и главным является общий интерес всего коллектива. Я думаю, что больше всех понимают эту тему те, у кого нет мастерских, а заявления уже лежат. И мне бы хотелось, чтобы общее собрание проголосовало еще раз за вот это решение. Какой вариант рассматривается? Кроме того, Аванти построит и въедет в свое помещение и освободит помещение, которое они занимают на первом этаже. Кроме того, есть еще и варианты на перспективу. Это строительство дополнительного этажа над самим зданием художественного фонда. Пока у нас все в нашей собственности, мы такую возможность имеем. Но я вам хочу сказать, что никто не гарантирован от каких-то ситуаций, которые происходят молниеносно. Вчера был губернатор, сегодня его нет. Вчера у Академии все было и функционировало. Завтра большой вопрос, как это решится правительством и так далее. Я хочу сказать, что это вопрос в определенной степени доверия. И если собрание не доверяет, то нет смысла вообще разговаривать и дальше об этом. Но ситуация может развиваться совершенно критически. Потому что те земельные участки и налоги, которые мы получили, они неподъемные. И об этом в воскресенье Эдхам Шукревич сказал, что понятно, что ваша организация не в состоянии увеличивать финансирование основных обязательных платежей, потому что у вас нет источников дохода. Мы не можем сдать весь дом художника для того, чтобы покрывать, например, земельный налог. Потому что здесь находятся наши выставочные залы и наши мастерские. Все, что касается перспектив, они есть на сегодняшний день. Я встречался утром со строителями Евростроя, это организация, которая сейчас строит на набережной вот этот большой комплекс кинотеатров, ресторанов и каких-то дополнительных учреждений. Это серьезная организация, которая очень многие вопросы решает. Причем наши финансовые возможности, они достаточно ограничены, даже в плане оформления документов. И я еще раз хочу сказать, что общее собрание должно проголосовать. Да, мы действительно двигаемся дальше или нет, мы никаких движений не предпринимаем. От этого будут зависеть уже все остальные шаги. Все, что захочется обсудить, все, что захочется покритиковать, пожалуйста, это все можно сделать в рабочем порядке. Первое, что попросили строители, они попросили технические условия на мастерские и выставочные залы. Какие они должны быть по площади, какие они должны быть по освещению, какое должно быть остекление. Нужны ли розетки в 220 и 380 вольт, если нужны, то в каких местах. Какой свет должен быть в выставочном зале, потому что это все делается на уровне сначала изготовления технической документации. Все, что не будет заложено, большой вопрос, будет ли потом переделываться. Но вопрос на сегодняшний день достаточно принципиальный. И он заключается в том, одобряет ли собрание, общее собрание, эту программу. Если да, то я прошу проголосовать. Спасибо. 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 Спасибо.